здравствуйте мои дорогие кибернетические зрители кибернетической игры и этого ролика а знаете чё в этом видосе не будет заставки да я решил что она должна быть только в первом ролике плейлиста и в последнем наверное да вот такое не постоянный сегодня вот так вот собственно хочу у меня просто типа душа хочет найти пару размышлений по поводу киберпанка сижу я такой думаю вот перед записью этой серии и мне мешает клэр рассел чё надо имею честь нет у меня что счет не оплачен да нет я часто про тебя слышу говорят ты умеешь решать вопросы у меня тут проблема слушаю мне нужен пилот рулевой на гонке загляни ко мне в гараж изложу детали гонки и где это твой гараж хорошо постараюсь если меня не будет просто подожди я туда вернусь как только смена в паре закончится ладно пока клэр да ты ждали а там копы получили вызов на киберпсиха и вроде бы даже выслали патруль мы с ним уже несколько часов нет связи так что либо копы свалили либо можешь проверить что там случилось буду очень благодарна вы задолбали дайте поговорить так серьезно черт короче я все больше и больше спрашиваю себя чем не нравится в киберпанке и знаете чего вам могу сказать но помимо того что здесь офигенно смоделирована атмосфера вся это вот типа а-ля судья дред или там бегущий по лезвию это на все таки чертов мать его и ану ривз да если бы здесь не было истории с киану ривзом в голове мне бы на на сюжет вообще не был бы интересен я не сопереживаю главному герою мне абсолютно насрать что этот маленький в сраный воришка попал в такую передрягу вот серьезно ну правда ну вот надеюсь надеюсь мне его попозже все это расскажут но да да пройти мне прям очень хочется тем более что ребята а это моя машина ребята которые уже прошли киберпанк они все в один голос вертят что а это на кончиках пальца 12 из 10 вот но при этом у меня все время в голове вот эта фраза из трейлера открытый мир нового поколения понимаете но ничего на красный то все поехали нового поколения открытый мир поняли я пока не вижу где новое поколение я вижу глобальный мод на gta 5 пока так он там когда полицейская разборка на мосту походу да ну ладно теперь по поводу сайт квестов опять же спасибо вам ребята в комментариях тем кто уже прошел игру они написали что собственно после того как будет пройден основной сюжет а можно будет вернуться в открытый мир до финала и попроходить сайт квесты которые будут влиять на концовки на данный момент официально нашли насколько я понимаю 7 концовок в игре поэтому я хочу сфокусироваться на прохождение основного сюжета и той концовки которая заложена без прохождения сайт квестов когда мы пройдем основной сюжет там уже будет видно стоит ли мне тратить время на сайт квесты но наверное все таки стоит потому что во первых открытый мир я так и не пощупал нормально вот где где новые технологии где механики вот этого пока непонятно кроме передвижения на машине и быстрого там перемещения я ничего не заметил пока что никакого общественного транспорта никакого собственно взаимодействия с этим открытым миром я даже пробовал без записи меня есть еще один сейф где я просто страдаю херню я пробовал устраивать пробки ну знаете я думаю что все в гта все в гта делали останавливались и тупо смотрели что будет дальше здесь ничего не происходит вот если в гта там кто-то начинает психовать кого-то таранить потом все взрывается приезжает полиция пожарные в общем здесь такого я пока не увидел поэтому будем посмотреть дальше я не отказываюсь пока у игры все еще интерес имеются но на восемь лет разработки и игры года она пока не тянет это не рок-стар ребята к сожалению а я вот все еще я надеюсь что рок-стар понимаете надежда убирает последних ладно продолжаем прохождение позвонить мистеру хэнсу надо мне где мой телефон а вот мистер хэнс алё хорошо мне нужно связаться с вудуистами с их босс поможешь нет я так понял ты с ними не работаешь уж точно не со жрецами боссами и кто там еще у них они там все такие важные что со мной даже разговаривать не будут если хочешь я могу поспрашивать поискать для тебя что-нибудь только сначала уточни детали у меня то что они ищут не уже ты хочешь что-то загнать водуистов поверь мне на слово им от нас ничего не надо они живут в своем мире со своими контактами сетями и технологиями но как знаешь я посмотрю что можно сделать и перезвонить класс на продолжить поиски в ожидании звонка от мистера хэнса смотрите там дорога перекрыта или что это а чего тут устроили то граждане по моему это не дорога перекрыта а может что происходит то я не пойму так уберите свое говно на глаз себе надави я не знаю куда они там стреляют я пойду выйду посмотрю мне прям даже интересно так что тут у вас творится серьезно и что я вам сделал я просто к ним подошел хочешь подраться и вопрос блин вот суки да я давай выпотрошила следующий вот чёрт блин дружище ты такой бронирован просто а обосраться можно никто не вызывает полицию вы заметили сейчас его мечом походу за рубля да 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 расскажи мне свою прохладную историю о том кто тут будет плясать о серьезно а а а чё всё взорвалось то я не пойму чё-то тут творится непонятно план пока я жду я надеюсь вы не против что мы продолжим так сказать нашу зарубу подходи сюда я под обстрелом ты абсолютно прав друг будь добр откинься а так новый уровень очки способности я качнулся тупо за счет этой небольшой стычки почему же здесь взорваны машины пока я до сих пор не понимаю ну ладно а надо спрятать оружие а то беда прям ой ну чё там мистер хэнс ты мне там звонить то будешь нет долго мне тут еще кататься то я туда не поеду там как-то не круто что тут происходит пойдемте может с этими тоже пообщаемся так здрасте здрасте чё происходит я не пойму привет друг тебя просто охренительная мордошка мордошка у тебя на давно ты чё упал ты не пойму вставай давай секунд по кусочки я в общем устранил бандитов которые совершали преступление что ты рядом оказался до продолжая смысле все эта машина я так полагаю этих козлов мне подходит нормальная тачка да длинная правда как целый автобус так окей это были случайные события это хорошо конечно правда жалко нет продолжения диалога потому что он просто сказал мне повезло что ты оказался рядом и все ничего больше нас не ожидало никаких наград там ничего такого то есть про кроме того что просто получаю опыт на больше ничего не происходит давайте качнемся хоть немножко я думаю что она в технику вкидываться потому что техника позволит мне можете получить запасной компонент того же качества что и разобранный предмет с вероятностью в пять процентов такое себе вот больше компонентов мне это нравится мусор разбирается автоматически вот это тоже нормально так продолжаем путешествие по городу кому бы позволить слушайте может поедем пока заберем авокадо у авокадо это бабло наше отвечает твою мать не понял я не понял ну вот так где авокадо в авокадо сообщили и ей надо было очень терпеливо серьезно нет я на этом говне ездить не будут уж прости я могу как-то отследить эту миссию не вакадо а можно как-то отследить куда она меня просила подъехать только на карте что ли а попробуй найди здесь где это вакадо но да вот видите тут куча сайт квестов всяких здесь находится человек которого нужно нейтрализовать это вот заказы по психо по киберпсихом второсипедное задание непонятно про кого здесь чё я вообще где вот я вижу где в общем то вот это близко довольно таки второсипедное задание какое непонятно ну давайте его отследим раз уж я еду в том направлении потому что пока не позвонил дяденька делать-то особо нечего да а просто кататься по городу без цели это такое себе занятие мне не нравится да короче разработчики подпилили эти светофоры и они становятся зелеными как только к ним подъезжаешь смотрите видите красный горит я сейчас подъеду будет зеленый смотрите смотрите опа что за говно а но такое себе так тем временем мы приезжаем что это за пердеж здесь отличная система вентиляции приехали здорово друг рука она не моя это металл ты нормально себя чувствуешь разве ваша вера не запрещает имплант да конечно запрещает думаешь я сам такое с собой сделал прости что не приветствую тебя поклоном я еще не совсем освоился то есть импланты тебе поставили насильно не только мне еще и моему брату нас усыпили и отняли у меня тело и они насмехались надо мной как можно так поступить живым человеком а потом насмехаться а где тот другой монах он у них да меня изувечили первым а потом они стали думать что сделать с ним а может ты сумеешь найти с ними общий язык нам пожалуйста только умоляю не проливай крови посмотрим как пойдет но так или иначе брата твоего я вытащу не знаю как тебя благодарить ищи склад к северу отсюда там держит моего брата он у дороги что идет вдоль пристани монах беде как поэтично ты совершишь подвиг достойный эпоса но как примешь позу лотоса и замедитируешь их насмерть слушай заткнись а мистер андерсон окей монаху нужна помощь надо хоть как-то сделать из нашего главного героя хорошего парня да то он воришка говнюшка и вообще мне не очень приятен так что пусть совершает добрые дела говорит было бы неплохо значит обойтись без крови но не уверен что получится я конечно попробую но я прям совсем не уверен что получится поэтому берем кота ну да без крови о здрасте что тут есть он сейчас прожектор отвлечь врагов давай нет я тоже слышал друг успокойся давай дружище вали где проверь где не держит этого монаха давай усыпляйся тварь твоя очередь и наш последний герой так отдыхай друг можно это выключить моя вера запрещает мне импланты я я не хочу не бойся никто тебя не тронет я не с ними тогда что ты тут делаешь что случилось но я мимо проходил услышал тупые шутки про металлических монахов а мальстрем так просто не шутит на самом деле меня прислал твой брат он не хотел чтобы с тобой случилось то же что и с ним благодарю тебя и в особенности за то что никто не расстался с жизнью следуя далее по пути мира сколь бы ни были ужасны поступки этих чудовищ не нам решать их участь твой брат ждет тебя он тут рядом на площади сейчас я дух переведу и пойду давай быстрее а то они очнутся теперь мой черед его спасать глядите какой пацифист если так боишься убивать может тебе из наемников лучше в монашки податься не всякую проблему решает убийство если хочешь изменить мир будь готов платить что эти киберуроды добыли свое железо просто сидя на жопе напивая ом железо то у них явно было в избытке раз не жаль было потратить на монаха так джонни не беси меня пойдем ну достаточно прикольное задание теперь у нас есть даже некий такой друг загадочный монах который может быть когда-нибудь и поможет нам и мою тачку даже не угнали и задание появилось добраться до на посмертием поэтому давайте же доберемся дотуда посмотрим посмотрим вот опять он блин позеленел ну что такое о еще одно задание так я хороший парень его выполню что у вас тут два мудака как минимум три мудака привет только не убивайте я думал у них нет огнестрела да чё-то чё-то рэмбо из меня сегодня какой-то говенный получается но это ладно сейчас сейчас подождите сейчас вот как их не убивать объясните мне а вот скажите как не убивать хотя она роман все таки мне кажется способ есть только чисто поржать смысле о твою мать опять что ли тачку уперли ладно слава богу я рядом давайте посмотрим что можно сделать но тут даже никаких объектов нет чтобы вот кроме вот этого на прожектора отвлечем их и что мне это даст а им похер никто не отвлекся вообще никто серьезно хорошего пинать говно а а это как а как меня вынесли с одного выстрела я чё-то не понял так у меня сто девятнадцать хп странно о тачку подогнали да я хороший я угоняю машины чтобы самому на них ездить да я потом людей спасаю понимаешь ты только не переживай ну ты музяку слушаешь так но все никакой пощады суки вот просто никакой нахрен пощады я ищет парамазу сегодня там поливая да что это за бред чё это за рандомные нахрен ваншоты а говно это прямо лютая беда слушайте прям беда полная прям вообще даже даже слов нет но и герснем я специально это не вырезал не пойду больше с ним с ними сражаться мне нужна тачка дайте мне дайте мне машину там появитесь ниоткуда как вы это любите делать а где машина то я не пойму нету ну ладно подожду ты не за что дружище короче я не понял вот сейчас тоже по мне попадали я прям специально так встал чтобы по мне попадали и один хрен вот прям один хрен урона меньше может правда по башке попадали до этого фиг его знает сейчас я разберу тут всякое говно о гляньте чё я нашел у этого револьвера урон 172 вот это конечно жестко но давайте сейчас я тут посмотрю чё можно разобрать по-быстрому ну и качнемся заодно раз уж я уровень получил так здесь по одному здесь три но это блин пассивочка такая чё по силе есть вот это хочу а то что я часто подыхать стал мне это прям совсем не нравится ой ладно пошли пойдемте нам надо до по смерти добраться два километра чесать так что я найду быстро колеса и поедем привет дружище я тоже не пойму чуть дверь закрыта опять в боже здесь такая же дядь идиотская музыка как и озвучка зато тачка мне нравится смотрите а просто дрифт машина nissan 240x не иначе интересно не фары расположены на разных уровнях это на какая-то задумка такая есть вот это на обочину светит а то в рожу значит встречным машинам ну логично же да и очень сильно отличается управление от тех машин что я использовал до этого да тут зеленый я когда подъезжаю перекресткам там всегда зеленый возможно это такие интеллектуальные перекрестки только в найт-сити только в найт-сити до о не все равно зеленый был смотрите смотрите подъезжаю они на красный поехали кстати даже странно но ладно такое ощущение что у перекрестков у светофоров вернее есть какой-то параметр для ботов которые они юзают чтобы не врезаться и есть визуальный параметр красный зеленый который сразу же переключается на зеленый когда я подъезжаю не знаю зачем это сделано ну пусть так так но тут зеленый что все хорошо и мы приехали а вот парковочка надеюсь мою тачку с парковки не украдут здорово ребята чему у меня камера у них в титьке направлен неужели я такой низкий так ну вот это вроде нормально да я походу просто маленький лилипутик лилипутик все крутые чуваки лилипутики вы знали об этом он там о боже меня аж передернул я думал то джеки привет спасибо нет все мои проблемы эти заговоры все из-за тебя ты же знаешь я все потеряла и на тебя бестия научись сама решать свои шли иди не советую с ней связываться я как-нибудь сам разберусь без сопливых вести есть разговор спасибо да иди вперед твой бать ты не знаешь как тебя зовут яви и что тебе от меня надо ли да это столько лет прошло ты только посмотри сидит себе на диване в посмертии сейчас аккуратно мне нужна ровно тебя нас хочу коль кого найти кого одного крутого инженера андерса хельмана он и заросаки секунду андерс хельман пробьешь него спасибо рано благодаришь во первых моя помощь не бесплатно а во вторых все эти люди дэкстер дэшон джеки вэллс и пак я о тебе много слышала вит ты буквально идешь по трупам скажи может тебе просто не повезло узнаю сучку спроси ее пророса катал как меня подстрелили в нее на глазах хочешь зачитывать некрологи серьезно окей как скажешь джонни сильверхенд погиб воросака тауэр прямо у тебя на глазах мне продолжать или поговорим серьезно у тебя железные яйца не лучший аксессуар на тебе даже идет у меня чувствами не проймешь чувствами я давно завязала дело есть дело нужна моя помощь выкладывай эти а если у меня нет денег что скажешь вы метайся нет скорее возвращайся когда деньги будут и правила ну тогда до скорого ты знаешь ты не найти джонни денег нет джонни сколько у меня вообще денег у меня 5 900 она до 15 тысяч до накопить 15 тысяч денег твою мать да 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 это какая дельце есть перевозка груза доставить кашли из точки а в точку б тихо и быстро сделаешь да и заводишь а все просто идешь на набережную каблуки забираешь груз звонишь мне а я тебе расскажу как его доставить все четко только с оплатой непонятно не переживай гонорар будет заграничный растаможенный и без подробностей да и не боитесь деньгам не обижу отелься ты ерундов берешься да давай ладно берусь вот хорошо я знал что мы договоримся бегай на набережную камуке можно найти холодильник с надписью будущего найдешь забирай что мне и звони мне я скажу что дальше до связи видеть ну пойдем отвезем холодильник ну точнее его внутренности да замечательное задание надеюсь он нормально заплатит о да здесь же просто шведский стол вот это беленькая просто по-моему чудо чудесное я беру да что-то с музыкой здесь какие-то серьезные проблемы на любителя дизайн переднего шасси вернее оси но шо ж поделаешь да так я не понял а где отслеживаю какой фонарь классный вот это мне нравится смотрите а она еще и заднеприводная на просто дрифт мобиль не иначе а почему она не отслеживается я чё-то не понял голена купить это не то найда еще японский друг мой вот она слушайте ну вот 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 как я должен был понять наверно через журнал его можно в общем ладно нашли задание поехали и таким же образом я сейчас походу карту буду пролистывать в поисках ибо хаки которая мне денег должна за выполненное задание с джеки в самом начале помните тетеньку из ванны со льдом доставали вот мне за это денег все еще не заплатили точнее я еще их не забрал оу свет внезапно сам включился зеленый да беда слушайте я надеялся что удастся поездить со светофорчиками поразглядывать город но походу не судьба ой я просрал поворот твою мать да джонни хватит мне подсказывать ты опоздал нахрен на целый квартал так вроде подъезжаем да да нет 200 метров тут надеюсь есть где паркануть стоили или что или где пробочка небольшая это я люблю это я люблю так приехали есть для тебя непыльное дело да блин что ты бесишь что меня хорошо ладно я посмотрю потом когда-нибудь сейчас я хочу просто заработать гребаных денег ну тут у вас конечно довольно тесновато господа но локация вполне прикольная а теперь начинаются поиски да а это можно хакать интересно нет только отвлечь врагов ну ладно значит мне нужен холодильник в котором написано будущего нет прямо как в терминаторе нет нет никакой судьбы помните там во второй части было о я нашел местный ретро клуб не мог не показать вам его смотрите интересно в аркадку можно поиграть нет блин серьезно но я хочу пожалуйста ну дайте ну и пошли вы в задницу о вот нет будущего нашел о привет а б**ть досталось бедняги ну живой ну-ка послушаем что скажет Деннис ну чем порадуешь нашелся груз потрепан конечно но ничего страшного дальше что я приготовил для тебя тачку плати парня в багажнике двигай на север координаты в навигаторе окей и еще кое-что остерегайся тигров у них на твоего нового спутника все локаторы настроены что что ты сказал п**ть трубку платишь так ну пойдем прокатимся некие тигры сейчас будут за нами гоняться аааа серьезно серьезно ох дерьмо ох дерьмо ладно пойдем в обход да ты блин издеваешься эээээя эээээ я не могу сражаться когда несу этот кусок говна его надо либо сбрасывать и их вырубать либо пытаться проносить его типа беспалево Второй вариант мне нравится больше, на самом деле. Но, по-моему, там наверху тоже кто-то стоял, так что я думаю, что меня в итоге все равно запалят. Так, они, по-моему, не при делах, да, вот эта парочка. О-о-о, о-о. Так, а здесь я подняться ведь не смогу никаким образом, да? Да. Суки контролируют единственный путь наверх, по-моему. Так, как бы вас нахер отвлечь? Замыкание, это я пока не умею делать, может быть, когда-нибудь, но не сегодня. О-о-о, тихо. Спокойно. Короче, дружище. Поваляйся здесь. Я сейчас схожу с друзьями твоими, пообщаюсь, ладно? Никуда только не уходи. Да, я сейчас быстро. Ты нам за все заплатишь. А что я сделал-то? Я, короче, вообще не понял. Я без него шел, и при этом они на меня согрелись. Это что за бред вообще? Вы простреливаете? Простреливаете? Это хорошо. Твою мать! Твою мать! Кавабанга! Еринобарасаки! А, срань господня! Патронов к пистолету становится все меньше и меньше. О, нифига, он пробивает. Так, прицел там валяется. О-о-о, тихо-тихо. Еринобарасаки. Умное оружие. Система наведения умного оружия будет работать лучше, если вы подключитесь к нему через смарт-линк. Чтобы установить его, обратитесь к своему рипперу. Спасибо. Спасибо, да, спасибо. Так, тут еще двое. Трое. Здрасьте, куда-то там. О-о-о. Опа! Не сильно, конечно, но прикольно. Мне тоже не прибавилось ни хера. А я не могу, кстати, создание заблокировано. Мне вот интересно, я вообще могу создавать себе гребаные патроны? Так, где мой друг? Я его где-то здесь оставлял, по-моему. Друг, ты там как? Нормально все у тебя? Пойдем. Сейчас мы тебя доставим в лучшем виде. Я же играл в Death Stranding, понимаешь? Я лучший курьер. Так что мы тебя сейчас отконвоируем, куда надо. Не переживай, никаких проблем не произойдет. Он сказал, что оставил мне машину, я что-то пока машину не наблюдаю. Это что значит? Мне ее что, сюда спрятать? Серьезно? А что тебе не понравилось? Это все? Так, ладно. Один С, пятьдесят пять, один С. Взломал, нахрен. Ох, ни хера он мне вдарил. Так, мне надо к оружейнику, короче, заскочить, потому что я прям... Что-то мне не везет. Да что с тобой не так? О, беда вообще. Так, хорошо, хорошо. В общем, господа, я думаю, на этой прекрасной ноте очередную серию Киберпанка закончим. Я сейчас попробую... Ну и, в общем-то, не только сейчас, а и на следующей серии тоже. Мы прокатимся, наверное, до дома, найдем там... Попробую решить вопрос с оружием. Ну и будем продолжать копить бабло. Да, я думаю, это можно было бы, в принципе, вырезать, но, учитывая интересность к этому миру, я, наверное, вырезать ничего не буду. Да, поэтому вам придется вместе со мной немножко поработать. О, это... Это же тот самый клуб, где машина не проезжает, я понял. Я видел комментарии, кстати, некоторые пишут, что, типа, ты не мог проехать, потому что это сделано для того, чтобы ты не мог сбить тут тех двух там каких-то женщин, а во второй раз, чтобы ты не мог врезаться в грузовичок, значит, с жуди. Ребята, а вы проходили игры в открытом мире? Вот у меня прям к вам вопрос. Хоть какую-нибудь игру проходили в открытом мире? К примеру, Far Cry, GTA 5, хоть раз была, хоть где-то подобная ситуация. Во всех играх, ну, по крайней мере, из тех, которые я играл, машина, на которой ты приезжаешь, она просто перепарковывается в правильное место. Все. Тебе что-то подвернулось? Ну, как я и говорил, что им не попытаешься втюхать, они это в гробу видали. Зато у них появился один заказ. Вот я и предложил тебе. Сделай все хорошо и удостоишься аудиенции у Брижит. Ладно, а с кем и как мне связаться? Найди часовню на Слоу и подойди к алтарю. До тебя дотронутся или кивнут тебе что-нибудь такое. Понятно. Спасибо. Вот. Я к тому, что вот главная проблема людей, если они заплатили кучу денег за игру, они будут оправдывать ее даже в любом случае. Смотрите, будьте объективными. Вот. Я вот так вам могу сказать. Мне все нравится, да. Я ни на что не жалуюсь. Да, есть баги, но это нормально. Больше всего меня убивает пока непонятность сюжета. Я не понимаю, почему я должен переживать главному герою. Есть один дурачок, Алаиз Дакен, даром, что имя звучное. Сучонок обманул мое доверие и свинтил из города. Ну и хер с ним. Меня интересует только информация с его компа, который он оставил в Найт-Сити. Глянь, мое письмо, там написано, что делать. Прикиньте, она даже не дала мне сохранить игру. Я обязательно должен послушать этот диалог. В общем, теперь точно уже все. Покусечки. Продолжение следует...